Хей-хей-хей! Всем-всем привет! Это Катлинка с 98. А сегодня у нас девичник. Девочки, скажите всем привет! Привет-привет! Всем привет! Привет-привет! У нас сегодня солнечный денек. Мы собрались на огонек. Скоро стихами заговорю. И мы кушаньками. Что у нас сегодня? Ланч получается? У нас сегодня у мамульки день рождения. А, ну это да. И мы отмечаем все. Три в одном, и два в пяти, и девичник, и день рождения, и еще идущий праздник. Какой у нас идет праздник? У нас идет праздник скоро, да, американский. Так, Вера, Вера, Вера мне заказала лепса, лепса у меня нету. Посмотри пока. Ну на глаз, на глаз. Не, у меня потому что not updated. Not up to date. Да, мы хотим русскую музыку. Рубиамерку. Хорошо. Кабриолет хорошо. Раиса Ванна сегодня начнется. Да, я в Ютуб выхожу. Давай кабриолет поставим по YouTube, по любую музыку. В сотовом телефоне, да? Да. А, слушай, хорошая идея. Мам, кабриолет, Раиса Ванна. Давай, давай, давай начнем с кабриолетов. Ну так все. А кто разбирается хорошо с сидюшками вот там вот? Я. Молодец. Вера Тимофеевна у нас вообще мастер. Вера Тимофеевна, какая у нас красивая сегодня. И Наполеося пришел сразу к ней. И мы сегодня все красивые. Вот такие вот. Да, да, да. Катюшка, где нажимать? А вот я не знаю, ты же сказала, разбираешься. Я вообще это самое. Наполеося, тебе нравятся мои новые туфельки? Да. Наполеося, тебе нравятся мои новые туфельки? Я в телесной тематике, Вера. И с белой этим летом. Да, это все хорошо. Этим летом. Ну и что? Музыки не будет? Будет про, будет про. Будет про. Там где-то должно быть свитч, то есть иди. Да, я переключила. Ну и что? А звук? Может звук надо? А старт? Включила. Пойду, я помогу, Вера Тимофеевне. Проблема. Так, Вера Тимофеевна включила у нас кабриолет, а я хочу вам показать, что я купила. Смотрите, смотрите. Светлевка, Калина. Ой, я не могу. Когда я увидела в магазине, я так заржала, на полмагазина на меня народ смотрел. Смотрите, что написано. Написано, что кухня закрыта, я не в настроении. Это он поет. Прихожу вчера домой, а мне муж говорит, у нас там молочко стоит в холодильнике, давненько стоит. А ты мне не сваришь кашки? Он у меня любит манную кашу, представляете, да? А я ему эту табличку в нос, бац, и все. Он говорит, понял. И на этом у нас дело закончилось. Сейчас пойдемте, я ему покажу, что у нас сегодня на ланч, между прочим. Так, смотрите, что у нас сегодня на ланч. Ой, все кипятилось, пизырилось с самого утра. Представляете, я оделась вот такая вот красивая, аля-аля, и в таком виде готовила. Даже забыла какой-то передничек одеть. Ну ничего, не запачкалась вроде. Правда, сейчас пахну так, знаете. Новый запах изобрела. А-ля французские дорогие духи. С ароматами, примесями вкуснейшие жареные хрустящие рыбки. И наисочнейшие курочки. Так, смотрите, значит так. Начинаем отсюда. Это салат. Салат зеленый. С итальянским дрессином. И вот с такими вот маленькими крупинками, вы знаете, у нас продается специальная там маленькие кусочки бекона. Маленькие кусочки хрустящих орешков. И очень-очень вкусно. Так, вот это вот мой новый рецепт. Девчонки, ну и мальчишки, кто меня смотрит, рекомендую. Такая вкуснятина обалденная. Это грудка курицы. И вы знаете, как я делала? Просто берете грудку курицы, промываете, просушиваете, да, бумажной салфеточкой. И как бы маринуете немножечко, небольшом количестве майонеза. И на час дали постоять. Вот прямо вот здесь вот на столике. Дали постоять на час. И потом это дело все обвалять в муке. Муку я немножечко посолила, поперчила. И потом на сковородочку, на растительном масле обжарить. Вы не представляете, какая курица получилась сочная внутри, хрустящая снаружи, вкуснейшая просто вообще. Я не по мясу уже много раз говорила, но вы знаете, когда я приготовила, я это все попробовала. Супер! А это я приготовила рыбку. Берете любую рыбку, которая у вас есть в морозилке или какую вы найдете в магазине, и делайте точно таким. Это филе без косточек, без всего. Промыли, осушили. То же самое, я решила запасать все в одном маринаде как бы. Ну, не вместе, конечно, а в разных контейнерах. То же самое, немножечко майонеза подержала, и потом мучки обвалила, обваляла и обжарила. Вот такая вот. А смотрите, еще у меня новый браслет. Я сегодня выгуливаю. Так, дальше. Ну, это мой коронный рис. Все любят мой рис. Извините, у меня не было времени переложить в красивые контейнеры. У меня все свои девчонки, мои подружки, давным-давно мы с малолетства знаем друг друга. Могу сказать, что да, так, с малолетства. Поэтому они не возражают. Мы набираем еду здесь, и потом идем на балкон, на улицу кушать. Потому что погода шепчет. Иди, иди гуляй, дома не сиди. Значит так, рис. Рис я варю. Смотрите-ка. Рис варю вот в этой рисоварке. У кого нету рисоварки, всем рекомендую. Это вообще просто. Когда-нибудь я вам покажу отдельное, сделаю видео, мастер-класс, как делать рис в рисоварке. Вообще супер. Легко, просто. Сами все заложили, засыпали туда в нужном количестве. Кнопочку нажали, она сама отключается, когда рис готов. И потом поддерживается тепленький, если вы придете, например, домой через час. Представляете, да? Значит так, я сварила рис, добавила любые овощи, какие у вас есть. Потом, когда рис уже остыл, я это все дело выкладываю на сковородочку с растительным и со сливочным маслом. Обжариваю и добавляю специи адобо. У нас такое специи, вот такие желтого цвета, адобо, запах, вкус придает просто обалденный. У меня все умирают, как я делаю рис. Так что, вот такая вот я. Значит так, ааа, что-то меня прям как током ударило. Ой, а что это было? Не знаю, я дотронулась до этих подносов. Какой кошмар, что это было, я не поняла. Ау, ау, ау. Прямо знаете, как током меня ударило. Тут ничего такого, никакого литеричного нету. Кошмар какой-то. Ладно, значит так, здесь на одном подносе я запекла маленькие бэби-картошечки. Купила маленькие бэби-картошечки. Вот так вот прямо их обмазала, как бы опрыскала растительным маслом. Немножечко сольки, перчика и чесночка. И положила на противень. И сюда вот у меня была такая пицца в виде как бы хлебушка. Вы знаете, вот такое вот тоненькое тесто. И здесь немножечко сыра и бекона. И помидорки здесь. Очень вкусно. Знаете, вместо хлеба у нас вот это вот дело. Дальше. Опс, а что меня надует? Вот так, не дуй, не дуй. Шумит, а я так кричу. Значит, здесь обалденная, вкуснейшая кукуруза. Кто смотрел мои предыдущие видео, когда я ходила к бурче, к мяснику местному, там я купила бекон и там я купила кукурузу, которую выращивают на местной ферме. Кукуруза просто обалденная. Вот такая вот. Просто отварила в водичке. У нас здесь в Америке кукуруза варится очень быстро. Я помню, когда я была у бабушки в деревне, в далекие времена, когда я была маленькой девочкой, там кукуруза была какая-то жесткая. Она была вкусная, но ее надо было варить час минимум. Здесь 15 минут она готова. И значит, а дальше у нас, смотрите, фаршированные яички с грибами. С грибами. Вкусно. Ям-ям-ям. А потом у нас здесь еще, смотрите, компот домашний. Знаете из чего? Обалденный. Из ревеня, который растет у меня прямо на огороде. И из яблочек, которые у нас растут в Пенсильвании. Так что очень многие опять спрашивают, где я живу, где я нахожусь. Я нахожусь в Пенсильвании. Но извините, я не буду вам конкретно указывать свой номер телефона и адрес. Я гостеприимная, но не до такой степени, чтобы приглашать тех людей, у которых даже аватарки фотографии нету на фейсбуке или на том же ютюбе, вы знаете. Ребята, если вы хотите со мной дружить, давайте, будьте более открыты, как и я. Показывайте себя. Рассказывайте о себе. А то некоторые, вы знаете, даже фотографию не выставляют, а уже такие, типа, давай свой адрес, мы к тебе в гости едем. Это что такое? Не-не. Так, а еще, что я вам хотела показать, в духовке, слышите, как кипятится, пузырится, между прочим, можно выключить. Вот, крылышки. Крылышки обалденные. Это произведение моего мужа. Он использовал какой-то специальный сизонин, какие-то добавки конкретные, я не знаю. Я там не присутствовала, я только поставила в духовку. Так, пойду я крылышки выключу. Так, крылышки я выключила. Запах обалденный. Сейчас немножечко они подостынут, и пойдем попробуем. Смотрите, какой у меня здесь натюрморт. Это мои девчушечки, красотушечки, подарили мне вот такой вот обалденный букет из настоящих орхидей. Когда-то я болела этими цветами. Опять-таки, спасибо моей подружке, она меня, можно сказать, посадила на это дело. Я просто-просто обалдела от этих цветов. Но, вы знаете, я такого плана, мне нужно что-то carefree. Цветы, о которых не нужно заботиться. О орхидеях нужно заботиться, и они у меня со временем зачахли. Я их не пересаживала, не удобряла, и они у меня зачахли совсем. Потом я перешла на искусственные. Но, знаете, вера мне никак не дает только иметь искусственные цветы в доме. Она всегда-всегда приводит мне вот такую вот красоту. Смотрите, потом она мне привезла. Привозит всегда какие-то подарочки, сувенирчики. Я говорю, Вера, когда ты ко мне приезжаешь в гости, я чувствую себя, как будто у нас просто опять, знаете, Новый год или Крисмас. Так, я еще не открывала. Я еще не открывала. Так, это у нас розочки белые. А, пахнут. Вот, обалдеть, это у нас розочки. Так, и дальше у нас пошли подарочки. Подарочки для моей мамулечки, на которой было день рождения. Это мы потом тоже откроем. А это опять-таки Вера Тимофеевна привезла вот такой цветок. Наверняка вы его знаете, а я не помню название. Который цветет, как это вот такие вот лилии, белые лилии. Вот такие вот. Супер тоже красота. А вот это вот, смотрите, хэппи-безды. И вот такой вот красивый букет мои мамульки прислали с Флориды. Поздравить с днем рождения. Ну и вот так вот мы встречаемся. Вот так вот мы общаемся, веселимся с друзьями, с подружками. Все показала, все рассказала. Мне неудобно, я оставила своих гостей одних, пока я с вами тут болтаю. Надеюсь, мы принесли вам нотку хорошего настроения. Представьте, что вы с нами. Я всех вас приглашаю виртуально с нами посидеть, пообщаться. Что вы сейчас и делали, и делаете. Пишите мне в комментариях, что бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели услышать. Какая вас тематика видео интересует. И я всегда рада общаться с вами на просторах Ютуба. Спасибо, что вы со мною. Спасибо всем, всем моим дорогим, любимым друзьям и подписчикам, которые много-много лет уже со мною. И спасибо всем тем, кто только присоединяется к моему каналу и пишет мне хорошие, добрые слова и комментарии. Я прошу прощения, последнее время, кто знает, я нашла вторую работу. Я настолько занятая, столько позитивных эмоций переполняет. У меня нет времени отвечать вам всем, мои дорогие, любимые. Но поверьте, я все читаю, все-все комментарии читаю. И когда у меня будет свободная минутка, я обязательно, обязательно вам отвечу. Посылаю вам солнечный приветик от CatViscous98. И не говорю, прощайте, а говорю, до скорых-скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok